Драки, скандалы и унижающие сцены. Такими большинство видит бытовые конфликты. Однако насилие – это не обязательно побои. Скорее, коварный и опасный вид принудительного контроля. Многие ошибочно принимают действительность за непростые отношения. Кому-то заблуждение стоит не только разбитой посуды, но и целой жизни. Каждое четвертое убийство в Беларуси совершает именно близкий человек. Ежегодно тех, кто неверно интерпретирует фразу «пока смерть не разлучит», становится больше. Жертвами домашних агрессоров в 2022-м стали 23 человека. С начала года в Бобруйске возбуждено 14 уголовных дел. Каждый месяц фиксируется около 195 бытовых конфликтов. И это только те, кто прибегают к помощи милиции. Агрессия и рукоприкладство, как правило, побочный эффект пагубной привычки. На учете в наркологическом диспансере сегодня состоят 2708 хронических алкоголиков. Из них – 596 представительницы прекрасного пола. Впрочем, признаться в проблеме навряд ли смогли бы даже единицы. Я имею право дома выпить. Я мужчина. Я с работы расслабиться. Я на штамповке работаю. У меня руки млеют. Это прекрасно. Вы в сопе стоите. Если вас пришли проверять, я выпил полбутилочки. Я 2 литра на 2 дня пью. Жизнь в квартире на социалистической давно превратилась в ночной кошмар наяву. Всему виной алкоголь. Пьет сын, страдает мать. Хотя еще 10 лет назад мужчина занимался футболом и гризал большим спортом, но свернул на кривую дорожку. Сейчас ни друзей, ни работы. Когда пьяный, особенно когда утром подсерстнется, ему нужно деньги. Давай деньги, давай все. Можно и ломать, можно стучать ногами, руками бить. Проблему государство решает силами нескольких ведомств. К акции «Дом без насилия» подключаются не только органы внутренних дел, но и центры социального обслуживания населения с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают и службы психологической поддержки. Помогают как жертвам, так и агрессорам. Если это необходимо, они попадают в кризисную комнату, где можно переждать какое-то время. Комиссии по делам несовершеннолетних, управление образованием помогают с документами. Также мы, безусловно, помогаем трудоустроиться данным гражданам, потому что, естественно, все мы хотим, чтобы дети наши жили хорошо и, безусловно, жили в своих биологических семьях со своими родителями. Понятия «дом» и «насилие» кажутся несовместимыми, ведь дом дает защиту, безопасность, любовь, возможность открываться и развиваться. Но так происходит далеко не за каждой закрытой дверью. В Бобруйске на учете состоят 405 семей. В социально опасном положении находится 767 детей. Это маленькие очевидцы больших скандалов, а порой и жертвы физического и психологического насилия. Разница последнего лишь в том, что следы от ушибов и увечья остаются не на теле, а в душе. Например, если это ребенок маленький, сам удовлетворить свои потребности он не может. Попросить о помощи он, допустим, тоже еще не может. И поэтому в такие семьи обязательно должны приходить госструктуры для того, чтобы этот процесс как-то регулировать. Если речь идет о более старших ребятах, как правило, здесь может идти речь о бродяжничестве, о противоправных действиях. Желание защитить близкого человека порой только усугубляет ситуацию. Трагедию всегда лучше предупредить. Если отношения напоминают качели, это хороший повод задуматься хотя бы о детях. Глядя, например, взрослых, кем они вырастут – жертвами или агрессорами. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.